Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале ЮЭТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львучин. Принять закон о криминализации военных преступлений на оккупированных территориях Донбасса требуют участники акции «Никакой амнистии преступникам Кремля» под посольством РФ. Активисты настаивают на внесении в Верховную Раду законопроекта, благодаря которому Украина сможет наказать виновных в массовых трагедиях, в которых пострадали украинские граждане. В Иловайском котле, боях под Дебальцево, расстреле жилых кварталов Мариуполя. Подробнее об акции расскажет корреспондентка ЮЭТВ Юлия Крючкова. Она на прямой связи со студией. Добрый день, коллега! Почему активисты считают необходимыми эти изменения в законодательстве? Здравствуйте, Мафей! Мы пообщались с организаторами акции. Они рассказали нам о том, что именно такие изменения в законодательстве очень важны, так как сейчас Украина находится в состоянии войны с Российской Федерацией. И очень многие вещи на Донбассе происходят именно как военное преступление с точки зрения международного права. Это и те преступления, которые совершаются против украинских военных, и те, которые совершаются против гражданского населения на территории оккупированной и на территориях, которые сейчас подконтрольны Украине со стороны боевиков. И также этот законопроект очень важен, так как минскими договоренностями предусматривается то, что за невоенные, немеждународные преступления предполагается амнистия для людей, которые совершали что-то на территории Донбасса, и что после деоккупации возможно, что люди, которые совершали, например, ограбления, изнасилования и подобные преступления, могут быть освобождены от ответственности, потому что эти преступления не будут признаны военными и теми, которые предполагают обязательное наказание по международному праву. Давайте послушаем, что нам рассказала одна из участниц. Мы до сих пор судим этих людей за обычные изнасилования, например, или просто за терроризм, но на самом деле эти статьи не соответствуют сути того, что там происходит. Они тоже делают проблемы правоохранительным органам, которые должны понимать, как расследовать эти уникальные, ну как бы особенные преступления. И для этого Верховная Рада Украины должна принять этот законопроект. Сегодня мы пришли еще раз напомнить, какие преступления делали вот эти преступники Кремля на Донбассе. Для того, чтобы рассказать людям о том, какие именно преступления за последние годы совершала Россия и российские боевики на территории Донбасса, организаторы записали аудиосвидетельства людей, которые пережили пытки, насилие на оккупированных территориях, которые легли в основу свидетельств, например, в международных судах. Кроме этого, сюда пришли люди, которые пережили эти пытки. Например, это Владимир Жемчугов, который остался без рук и без зрения. Также рассказала свою историю Ирина Довгань, жительница Донецкой области, которая подвергалась пыткам на протяжении пяти дней в Донецке. Давайте послушаем, что она рассказала, почему она хочет привлечь людей к ответственности. Я мирный житель Донбасса, который подвергался пыткам и различным формам насилия от граждан России. Почему я сейчас здесь, под этим посольством? Эти люди приехали арестовывать меня в моем доме, в моей стране. Почему именно эти люди принесли с собой игрушки, которые символизируют преступления, которые совершила Россия на территории Донбасса? Это и Боинг, такая модель самолета рейса MH17, и модель автобуса, который взорвали боевики под Волновахой. В нем ехали мирные жители. И участники акции символически закопали эти вещи. И этим они хотели показать, что нельзя закапывать эти дела, и нужно привлечь всех виновных к ответственности. Студия. Спасибо, коллега. Искренне верю, что справедливость восторжествует. В Киеве под посольством РФ проходит акция по названию «Никакой амнистии преступникам Кремля». Люди требуют принятия законопроекта, который бы не дал ответственным за трагедию на Донбассе уйти от наказания. Среди участников акции – жители оккупированных областей, которые пережили плен, а также пострадали от российских оккупантов. Один украинский военнослужащий ранен за минувшие сутки на Донбассе. Российские оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 5 раз с применением запрещенного минскими соглашениями оружия. По данным штаба операции объединенных сил, из артиллерии боевики били по украинским позициям в районе Новозвановки. Из минометов, в том числе тяжелых, обстреляли Новолуганское, Попасную и Новомихайловку. На других рубежах использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов получили ранения. С полуночи 11 мая обстрелы на Донбассе не зафиксированы. Пять лет назад на территории Донецкой и Луганской областей пророссийские силы провели так называемые референдумы о самоопределении. С их помощью оккупанты пытались легитимизировать захват Донбасса. По их данным, явка на участке составила 75%, а за независимость молодых республик проголосовало подавляющее большинство жителей Донбасса. В то же время, с позиции украинского законодательства и норм международного права, это волеизъявление было просто фарсом, а результаты не имеют никакой юридической силы. О том, как проходили псевдореферендумы, расскажет корреспондентка ЮИТВ Юлия Кричкова. Анна Хрипункова – журналистка. До начала российской агрессии она жила в Донецке. Тогда, весной 2014-го, она была беременна, но все равно не смогла остаться в стороне. Активно участвовала в проукраинских акциях. Так называемый референдум о независимости ДНР почти совпал с рождением ее дочери. У меня родилась дочь два дня назад, 9 мая она родилась. Я была в роддоме. И как раз ко мне приезжали друзья в этот день, то есть никто из нас, ни семья, ни друзья не были на референдуме. Тогда еще можно было относительно не страшно было заявить о том, что я не приду, я против, я не хочу. Большая часть дончан с проукраинской позицией не пошли на участки. А те, кто голосовал за создание молодой республики, не понимали возможных последствий, объясняет Анна. Наверное, это была общая ошибка. Никто не думал, что это серьезно. И те, кто голосовал за, они думали, ну, сейчас проголосуем, а там все будет хорошо. И никто ничего не узнает, и вообще все будет нормально. Люди шли не за Россию. Они хотели жить так же, как они жили, в таком же благополучном, красивом Донецке. Ну, вот, чтобы пенсия была чуть повыше, зарплата чуть повыше. Они же и смотрели на цифры в России. Вот, им нужны были только цифры. Им не нужно было ничего другого. А те, кто был против, вот, проукраинские настроенные, в моем окружении люди, они думали, ну, это же смешно. Ну, давайте организуем референдум вот на этой улице. Сейчас все за что-то проголосуют, но ничего же не будет, правда. Население готовили к незаконным референдумам массовыми пророссийскими акциями на территории Донецкой и Луганской областей. На проукраинские акции нападали, а участников всячески запугивали. Донецкий политолог Станислав Федорчук рассказывает, почва для такого развития событий готовилась годами. Когда в 2004 году Виктор Янукович проиграл президентские выборы, в север Донецке прошел очень показательный съезд. На нем собрали депутатов местных, областных советов и Верховной Рады. И они уже тогда приняли решение, что они хотят провести на юго-восточной Украине референдум и отсоединиться от Украины. Под этим решением стали и конкретные фамилии. Но тогда, к сожалению, ни СБУ, ни ГПУ не отреагировали на этот сигнал. Так называемые референдумы были организованы наспех. Бюллетени печатали на обычных принтерах. Полноценных списков избирателей не было. Один человек мог проголосовать на десятки участков. А за самим голосованием не следили международные наблюдатели. Бюллетень – это был обычный листок бумаги. Не было никаких водяных знаков. Любой член комиссии мог подойти и распечатать еще 100 бюллетеней. Часто люди голосовали, не имея документов. Для российского телевидения создавали картинку большой явки. Но самих участков было очень мало. Согласно украинскому законодательству, референдумы на территории Донецкой и Луганской областей незаконны. Ведь вопросы административного и территориального устройства страны могут быть решены только на всеукраинском референдуме. Мировое сообщество также не признало результатов волеизъявления. Не признание этих территорий как территории, которые изменили свой статус, которые или вышли из состава Украины, или имеют право требовать автономию и тому подобное. Ну и, соответственно, раз это незаконное действие, это нарушение тех норм, тех красных линий, которые сегодня очерчены в международных отношениях в целом, вводились дополнительные элементы, то есть то, что мы называем санкцией. До и во время проведения референдумов пророссийские силы Донбасса обещали, что не планируют пока менять статус Донецкой и Луганской областей. Но уже на следующий день, 12 мая, провозгласили о создании ДНР и ЛНР и заявили о желании войти в состав России. Анна с семьей переехала в Киев. Для проукраинских активистов Донецке стало опасно. Она строит свою жизнь в столице, но ждет момента, когда сможет вернуться в родной город. Юлия Крючкова, Дмитрий Борщ, Юэй Ти Ви. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала юэйтви.юэй. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей на русском языке уже буквально через два часа. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова